Второй очень хорошо. Значит, ты берёшь второй. Ты берёшь, потом получилось, может, первый. Это уже второй приезд преподавателя по классу скрипки Александра Ревича Видное. Педагог Центральной музыкальной школы при консерватории имени Чайковского проводит мастер-классы в рамках программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России». За время преподавательской деятельности многие его ученики стали лауреатами престижных международных конкурсов. Наши преподаватели и дети очень уважают этого преподавателя и с удовольствием представляют свою деятельность для того, чтобы преподаватель подсказал наибольшие рациональные пути для преодоления каких-то технических недоразумений у детей. Для юных скрипачей из Москвы и Московской области это уникальная возможность продемонстрировать свои способности, выслужить мнение мастера и получить ценные советы. «Естественно, что очень разный уровень, поскольку какие-то дети явно уже профессионально нацелены и явно профессионально будут развиваться. А есть дети, которые, в общем-то, скорее всего, будут играть для себя, что тоже нужно. Вот и всё. Просто я всем говорил, что им нужно точно это решить». На мастер-класс «Видновскую школу искусств» 15-летняя скрипачка Глафира Алферова приехала из Подольска. Этот инструмент она выбрала сама за его нежное звучание. Девочка учится в седьмом классе музыкальной школы, участвует в концертах, но общение с Александром Вениаминовичем, как призналась Глафира, далось ей нелегко. «Очень волновалась, но в итоге оказалось, что людей на моем выступлении, конкретно на моем, было мало, и волноваться было нечего. Да и ругать меня никто не стал, хотя я этого боялась». А вот Филипп Буше не побоялся выслушать замечания. Несмотря на юный возраст, ученик Мытищинской музыкальной школы уже успел победить в областном конкурсе скрипачей и стать официально признанным юным дарованием. Но урок от именитого педагога – это прекрасный шанс усовершенствовать свое мастерство. «Смотри, чтобы один палец передал другому, не останавливаясь. Понимаете? Зачем ты раскачиваешь? Зачем ты раскачиваешь? Нет, не надо, немножко». «Он посоветовал мне упражнение на вибрацию, это такое украшение, потому что она у меня под конец чуть-чуть, вот вообще, пока я учусь, она у меня чуть-чуть поползла в худшую сторону, ее надо поправить. И поэтому он мне дал это упражнение». Образовательный центр фонда «Юрия Башмета» на базе Видновской школы искусств работает с 2018 года. На протяжении этого времени юные исполнители встретились со многими известными музыкантами и педагогами. Напоминаем, что мастер-классы по разным направлениям в ДШИ проходят три раза в месяц. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.